Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сердечно приветствую и поздравляю с великим 20 праздником Святой Троицы, днём Святой Пятидесятницы со шествием Святого Духа. Мы шли к этому празднику в течение 50 дней, 40 дней до Вознесения Господня и в течение вот этих 10 дней, промежуток времени, когда Господь вознесся на небо, когда обещал послать своего Святого Духа, и все ученики в течение 10 дней были собраны в Граде Иерусалиме, неустанно возносили молитвы и ждали, когда же придёт Утишитель, Дух Благи, который наставит их и который научит их всему тому, чему Господь учил их, когда он был вместе с ним здесь на земле. Само число по себе 50, тоже очень символичное, есть разные системы исчислений, как вы знаете, двоичные, троичные, восемьеричные, шестнадцатеричные, это скорее всего уже к компьютеру ныне относится система исчислений. Ну, основная система Пафагорска, десятичное исчисление, а евреи понимали семизначную систему исчисления. Почему цифра 7 тоже считается священной? Ну, прежде всего, потому что 7 дорог от Святого Духа, 6 дней творения, когда Господь повторил землю в седьмую, в седьмой день почивл отдел своих, 7 дней нашей недели, всегда бывает в седьмой день воскресенья, когда мы тоже почиваем отдел своих и возносим нашу молитву. И такой образ цикличность всей нашей жизни построили именно в цифре 7. И все седмицы, которые мы совершаем у нас, они тоже седмицами считаются. Неделя первая, Паппятидесятница, вторая, третья и так далее, потом неделя по Пасхе и постовые особые недели все исчисляются именно этим числом. Но также символичное не только само число 7, но символичное число 7 из 2 в 7. 7 умножить на 7 будет 49, в следующий год 50-й. Тоже особый год был у евреев, который особенно почитался. И в 50-й год прощались все долги, прощались все грехи, людей друг против друга, они это старались сделать. Земля отдыхала и приносила урожай в этот 50-й день и считался он великим праздником в течение всего года у всего еврейского народа. И поэтому не случайно, дабы не отрываться от этой привязанности и день сошествия святого духа, именно был в 50-й день столь знаменательный для понимания в образе еврейского народа, но теперь уже и нашего то же самое. И вот именно в этот 50-й день и было это сошествия святого духа. И как обычно, об этом подробно повествуется в книге «Деяния святых апостолов», когда при наступлении дня 50-й, все ученицы были собраны в горнице и молились Богу, и вдруг внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились, явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и подсели по одному на каждом из них, и все исполнились Духа Святого. С точки зрения понимания обычного человека это сложно понять, не объясняется физически, поскольку с того самого момента, как Дух Святой сошел на них, они стали говорить разными языками, хотя могут сказать, что был примерный иудейский, различные номинования этого языка были особенностями, но тем не менее, слышали друг друга и медиане, и ламиты, и каббадокие, иудеи, и египетяне, и ливийцы, те все, которые были в этом году, в это время, собраны в городе Иерусалим на этот великий праздник 50-й. И таким образом, сразу Дар Света Годуха поставил этих людей, необразованных, простых рыбаков, из разряда простых людей в разряд образованных людей этого времени, которые уже могли владеть всеми вопросами, и, конечно, могли просвечать мир, идти в мир и проповедовать Слово Божие, благодаря Духу Святому, который их посетил. Что интересно, у нас здесь тоже, с вами мы не застали Христа, мы живем в другое время, через две тысячи лет, после того, как Господь пришел на землю, но когда Он пришел, то все свое деяние, всех своих учеников у нас с вами, оставил под водительством Святого Духа, под которым мы все и пребываем, неустанно до сего времени. Но если рассуждать все по-другому, что Дух Святой восполняет восходивающиеся и животворит все то, что происходит на земле, иначе говоря, энергия земли, энергия солнца, наши с вами силы духовные физически исчезают, и когда они исчезают, эти силы физические, мы можем их восстановить через какой-то отдых, через принятие лекарств и так далее, но силы духовные без молитвы, без помощи Святого Духа мы восстановить не можем. А если нет должных духовных сил, то, соответственно, нет сил, нет мочи, мы устаем, падаем, лениемся и так далее. Вот это как раз и есть исполнение той Божественной энергии, которую нам дает Христос, дает Церковь Святая, дает Дух Святый, который сегодня призабильно излился на всех нас. И мы не случайно сегодня слышали великие тайные молитвы Святой Пятидесятницы, когда мы впервые преклонили колено и молились, чтобы Господь прежде всего просил, простил наше согрешение, которое мы от юности совершили. Говорим о том, что мы, да, согрешаем пред Богом, но одному, единому Богу, и служим. Вот это сокровенная тайна, которая пребывает с нами, которая позволяет нам жить, трудиться, совершать добрые деяния, как я надеюсь, которые мы совершаем до сегодняшнего дня. Поэтому в этот Святой День Пятидесятницы милости Божией к храму наши открылись, все пришли, помолились, но многие еще раскачиваются, не обретают сил, усталшие. Я понимаю, что если три месяца будет в состоянии самоизоляции, в которой мы сами себя зачем-то погнали, то, конечно же, состояние человека будет тяжелым. день побудешь дома и ты понимаешь, что-то с тобой так происходит. Душа обязана трудиться, человек обязан трудиться, как раз восполнять все деньги, силы, которые нас покидают, духовную силу, которую дают только в Таинствах Святой Церкви, дать из-за того причащение. И вот именно когда сильный дух, то никакие болезни не цепляют человека, никак к нему поступиться не может. Когда у человека нет боязни, нет скорби, нет печали, он силен духом. И тогда, будучи, может быть, не силен физически, все от него отлетает, как капля от камня и ничего к нему не прилипает. Он чист, силен духовно и тем самым обретает физические силы в борьбе с всякими дугами, которые мы сейчас подвержены. Милостью Божией благослужение совершается, поэтому призываю всех вас посещать храмы, молиться, причащаться, исповедоваться. Следующая неделя особая неделя, она является сплошной, нет поста в среду и пятницу, а со следующего понедельника, с 15 числа, начинается уже Петров пост, который будет продолжаться до праздника святых апостолов Петра и Павла 12 июля. Еще раз всех, дорогие мои, поздравляю с праздником Святой Троицы, с праздником Счастья Светлого Духа. Завтра тоже большой праздник Духов в день, продолжение праздника Святой Троицы. Обычно надо в этот день пребывать в благовении, молитве и никаких домашних дел так уже принято, что именно Дух Святый в это время пребывает и посещает нашу землю особенно, поэтому надо воздать им должное, а лучше прийти и помолиться в храм. Завтра одна Божественная Трагия в 8.40 утра. Всех вам желаю, чтобы благодать Святого Духа пребывала всегда со всеми вами по веку веков. Аминь. Спасибо, Господи.